Туристический культурный центр – одно из немногих окружных учреждений региона, к которому приковано столь пристальное внимание. Судьба неэффективной с точки зрения затрат окружного бюджета организации может быть решена путем передачи объектов частной руки на правах концессии. Этот вопрос стал одним из ключевых на заседании специализированного штаба по улучшению инвестиционного климата в Ненецком округе. Такой вариант реанимирования турцентра предложили эксперты Фонда поддержки предпринимательства в рамках бизнес-проекта «Нао Арктика». Об инвестиционной привлекательности проекта рассказал специалист Фонда Виктор Чуклин. Необходимые инвестиции в размере 27 млн 736 тыс. рублей, чтобы дало цифру по конечному дисконтированному доходу 50 млн 754 тыс. рублей. То есть, в принципе, принесло бы достаточный доход, а окупаемость инвестиций составила 39 месяцев. Значит, что можно сказать в данном варианте проекта наиболее привлекательным? Это, безусловно, сама инфраструктура уже действующего туристического центра. Это привлекательно для предпринимателей, привлекательно для инвестора. То есть, уже есть база, на которой можно что-то дальше развивать. Второй сценарий, по которому может развиваться бизнес-проект «Нао Арктика» – обустройство частного туристического кластера на остаточной территории турцентра, которая сегодня никак не используется. При этом всю инфраструктуру предпринимателю придётся возводить самому. И размер инвестиций при этом, естественно, увеличится. Мнения участников заседания по этому вопросу были различные. Анатолий Курленко считает, что допускать конкурирование государства и частника на одной территории неприемлемо. Это принцип бизнеса. То есть, будет выживать сильнейший, а сильнейший окажется предприниматель только по одной причине. Потому что ему проще делать дело. То есть, у него меньше… Ему проще экономить на издержках. Да. Во-первых, издержки. И он может надо – взял, надо – сделал. То есть, это не госучреждение, которое требует закупки и всё остальное. И реально, что касается турцентра, конечно, в моём видении, он должен идти, конечно, в частные руки. Только по одной причине. Потому что, если, конечно, пойдёт нормальный инвестор, он сделает всё сам. По мнению губернатора округа Игоря Кошина, сегодня необходимо сравнивать оба проекта и просчитывать эффективность каждого из вариантов с точки зрения пользы для региона. Передать турцентр в частные руки, конечно, можно, но только при выполнении нескольких условий. Во-первых, имущественный комплекс будет передан предпринимателю на правах концессии. Второй принципиальный момент – это то госзадание, которое есть. Частник должен точно так же продолжать оказывать. Это второй, да. Включая детский туризм, включая проведение общественных мероприятий. Так мы это будем финансировать, мы это будем оплачивать частнику за предоставление той инфраструктуры и за оказание всех этих услуг. И третье непременное условие – предприниматель должен не просто использовать уже имеющуюся на территории турцентра инфраструктуру, но ещё и инвестировать в развитие, строить дополнительные объекты, коттеджи, бани и прочее. По итогам обсуждения глава региона поручил доработать бизнес-проект «Нао Арктика» с учётом госзадания.